2018 год — это год веры, год поста, молитвы и поклонения. Из Германии, из Киева, из других мест — добро пожаловать, друзья. Если вы просто забежали на огонек, добро пожаловать. Ничего просто так не бывает. Амин. Знаете, я хочу сегодня поделиться с вами одной темой, которую очень часто ее проговаривают многие верующие, пастора, служители, особенно в те времена, когда есть сложности и переживания. Цель вообще нашей обновленной жизни. Мы прекрасно понимаем те цели, которые у нас были до покаяния. До покаяния у нас была простая жизнь, либо выжить, либо стать влиятельным, значительным или же популярным. Когда мы пришли к Господу, у нас же вопрос встает тот же самый. Вопрос очень простой. Для чего? Какая цель моей обновленной жизни? Вот этот вопрос, он часто поднимается среди людей. Когда мы начинаем свой возрожденный в Мессии путь, Господь снаряжает нас всем необходимым для того, чтобы нам исполнить предназначение, предназначенное им в служении. Пока мы находимся здесь на земле. Мы хотим, чтобы Бог нас использовал. Мы понимаем, что мы здесь по какой-то причине, хотя и до покаяния мы понимали, что не зря я учился в музыке, не зря я знаю математику, не зря я делал одно или другое, третье. Мы понимаем этот концепт своей жизни здесь на земле. Но все же все сложности и препятствия, через которые нам приходится проходить, как верующим людям, формируют характер и развивают качества, необходимые нам для того, чтобы войти в сферу целевого предназначения, которому Господь призвал нас. Вы знаете, я очень рад, что Бог позволил нам все-таки купить здание, которое у нас есть. Но целевое его назначение еще не предназначено для того, чтобы там проходили служения. И мы в этом процессе целевого изменения. Как и многие из нас, как когда мы были неверующими, мы как то, что мы купили, это просто склад, магазин, это просто сарай, в котором все хранилось. И чтобы поменять целевое назначение, необходим процесс. Этот процесс называется жизнью, этот процесс называется посвящением, этот процесс называется законные позиции и положения. Чем сложнее задача, тем больше усилий мы должны приложить к тому, что называется жизнь. Чем сложнее задача нашей жизни, тем сильнее нам нужно прилагать усилий, чтобы наша жизнь чего-то стоила. Знаете, я лично хочу попасть на небеса, смотреть его глаза и не сожалевать о всем том, что я делал здесь на земле. Это мое желание, это мой принцип. Мне хочется делать все, даже если это сложно, трудно, побороть все эти трудности и смотреть его глаза, не сомневаясь о том, что то, что я делал, это было нужным. Существует множество проповедников, которые проповедуют на тему цель христианской жизни. И это сегодня в мире интернета очень легко можно выучиться. Этих проповедей очень много. Мы называем их такие, знаете, вот мотивационные, для того, чтобы наша верующая жизнь, она могла обновиться, иметь следующий уровень, чтобы мы достигали, знаете, больше всего собственных целей, которые у нас есть. А мы люди, может быть, так, коварные. Мы как люди, мы все равно имеем свои принципы или желания, или пожелания, что мы хотим добиться в жизни. И все же эти проповеди, они сегодня предлагают множество вариантов, что бы мы хотели бы в жизни добиться, для чего мы существуем, почему мы ходим в общину, почему не ходим в общину. Все эти учения или проповеди можно найти. Такие варианты, как финансовое обновление твоей жизни. Сегодня, если ты хочешь изменить свою финансовую жизнь, или твой достаток, или недостаток, который у тебя есть, ты можешь это найти в интернете. Нет проблем почитать книги, быть углубленными, семинары, которые на расстоянии, то есть сегодня вебинары, люди толкают все, что могут в этот интернет. И в этом как бы нет проблем. Даже для тех верующих, которые хотят не только воду и хлеб иметь на своем столе, для них тоже есть варианты, как изменить свой бизнес, что можно сделать. И там есть хорошие основы, основанные на Библии. Есть варианты продвижения духовного мировоззрения. Сегодня варианты, как возлагать руки, как иметь веру, как изгонять бесов, как проводить консультирование, либо вот энкаунтеры, да. Все, что тебе необходимо, там есть. Варианты вообще множество. И те, кто ищут собственный вариант, который подходит для их личного становления, я вам хочу сказать, я вам гарантирую, вы можете их найти. Можно найти. И сегодня для того, чтобы возрастать, нету недостатка. Сегодня на самом деле не нужно ехать за тридевать земель для того, чтобы снабдить себя чем-то, к чему ты хочешь стремиться. Сегодня я буду говорить, не только плохая сторона интернета в том, что там распространяется, но есть та хорошая сторона интернета, где ты хочешь научиться, ты можешь научиться. Если ты хочешь иметь какое-то понимание, ты можешь это сделать, но некоторые из нас, Господь призывает, знаете, в раннем возрасте к себе, вот именно служить Ему. Кого-то в юности, кого-то, может, в среднем возрасте, но несмотря на наш возраст, сила Господа делает нашу жизнь необычной. Личные отношения с Богом делают нашу жизнь удивительной. Она становится необычной, если мы будем проводить ее в исследовании священного писания, обучении и практическом применении Библии. Я не просто сказал, вот есть интернет, когда можно научиться, но личные отношения с Богом являются твоим фундаментом, твоего успеха, личного твоего успеха. И у каждого человека успех, он различный. Я знаю, вот наши друзья переехали из Киева, из-под Киева, да, переехали просто в обыкновенное небольшое ПГТ, вообще абсолютно небольшое, и ездят сюда каждую субботу, и они чувствовали, что это от Бога, это нужно быть ближе к семье. И буквально недавно, да, они молились и думали, что же дальше будет. Мы поговорили, и такое было понимание. Вот будет возможность этого здания, покупайте. Буквально недавно, они подошли ко мне и говорят, Ребе, мы купили дом. Да, есть возможность, да, купить один дом в селе, и быть посвященны Богу, и ездить, и делать свою работу, благовествовать, с людьми работать, а другое дело, купить в Одессе. И каждый жалеет свое. Они жалеют, что не так близко к Одессе, нужно путешествовать, а те, кто в Одессе, жалеют, что ничего не имеют. У каждого своя проблема. Я слышал, некоторые проповедники говорят о величайших призваниях. Я скажу, да и аминь. У каждого из нас, у тебя и у меня есть призвание в Боге. Они уникальны, я говорю, да и аминь. Но я всегда, знаете, переживаю от тех проповедников, которые пытаются сказать те, кто их слушает, следующую фразу. Если ты не удовлетворен своим призванием, или ты не знаешь, где ты находишься, приди к своему пастору и спроси, какое мое призвание? Что мне делать? Я хочу исполнить волю Божьей на земле. Дай мне то, что я должен делать. Знаете, это хорошо. Я переживался так. Люди приходили ко мне и говорили, мы слушали одних проповедников, они нам посоветовали прийти к вам и спросить, что я должен делать. Знаете, я не возмущаюсь тем, что они послушны. Я возмущаюсь следующим, что это не ново. Это не новая тема. Смотрите, этот вопрос как всегда поднимался. Луки 3 глава 10 стих. Пришли и спрашивали его народ, что нам делать? Кого спрашивают? И что? Бога спрашивают. И слово стало плотью, обитало посреди нас. От Луки 3 глава 12 стих пришли мытари и крестились и сказали ему, учитель, что делать? То есть сборщики налогов. Налоговая полиция пришла, покаялась и говорит, а что дальше делать? Луки 3 глава 14 стих. Спрашивали его так же и воины военные. У нас есть несколько, у нас буквально молодой человек, который покаялся на прошлой неделе. Военный человек, интересный парень. И знаете, и он спрашивает, а что нам делать? Иоанна 6 глава 28 стих. Те, кто уже религиозные. Люди, которые уже знают Бога. Религиозные. И сказал ему, что нам делать, чтобы творить дело Божие? Они приходят и говорят, что нам делать? Понимаете, я не соглашаюсь с этим проповедниками, которые говорят о том, идите и спросите, что нам делать. По нескольким причинам. Первое, я не Бог. Не спрашивайте меня. Они спрашивали Бога, а он давал им советы. Я, во-первых, не Бог, а даже когда я даю или говорю людям, что они могут сделать, они не всегда меня слушают. Знаете, вот в одно ухо вошло, а через другое оно вышло. И мы говорим, не делай. Они делают, потом приходят, мы не сделали, и потом тебя винят, что ты сказал, что ты не делаешь. Они не послушались. Да и те, которые знают волю Божью, вот я встречал таких людей очень много, и при всем этом они поступают, как Адам Ева. Они знают совершенную волю Божью. Но почему-то, по каким-то причинам, они срывают тот фрукт или тот плод познания того или другого. Тогда вопрос, зачем мне говорить, что делать, если вы сами не знаете, что вы хотите. Если вы слышите от нас, что мы иногда наставим на том, чтобы выбрать свой вклад в дело Божье, это только с той целью, чтобы мы нашли тот Божий призыв, который внутри нас. У каждого из нас есть силы или желание что-то совершить для Царства Божьего. И в этот момент, когда мы спрашиваем, и мы получим ответ, к нам приходит вера на то, что мы хотим сделать, чтобы оно совершилось. Если мы совершим наш путь, нам необходимы цели. Эти цели всегда будут люди. Я вам скажу честно, благовествуем мы, живем как община, наша цель всегда есть люди. Это не только касается духовной сферы, это касается и плотской сферы. Говорю сегодня к бизнесменам, сегодня говорю, к тем, кто предприниматель, те, кто ищет работу. Нам все равно, чтобы состояться, быть успешным, быть благословенным, чтобы вкладывать в Царство Божье, все равно нужны люди. Или нет? Или я ошибаюсь? Сегодня у нас маркет такой, да? Что-то продал, что-то купил, где-то договоры, тогда нам нужны люди. И без этого не действует даже и Царство Небесное. Оно не может расцелиться, потому что нам нужны люди. Если мы только на себе зациклились, все равно нам должны быть принципы. Люди, даже если вы не думаете или не зависите от денег, потому что фактически те, кто хотят быть благословенными для общины, финансово, там еще какие-то программы проводить, они говорят таким, мне нужны люди, чтобы продать больше моих заказов. Если есть заказы, значит это и есть успех, если есть успех, значит есть деньги, а если есть деньги, значит мечты сбываются. Но есть такие, которые очень духовны, реально духовно, они говорят, деньги не самое главное. Даже если вам деньги не ваш, не самое главное. Но для вас есть желание, то есть вас, вас беспокоит люди, которые идут в ад. Вас беспокоит то, что люди грешат, они не знают Бога. Да? Вы все равно не сидите к себе зациклены. Вам все равно нужно люди, чтобы сказать им, что они идут в ад. как бы ты ни крутил, что с одной стороны, что с другой стороны нам нужны люди. Как служить, как служитель, можно сказать, поставленный Богом для того, чтобы служить снаряжением Божьего народа, я могу предоставить вам варианты, разные варианты для изменения вашего внутреннего состояния. Может быть даже, как изменить свое плотское предназначение, как бизнесмен и так далее. Я могу дать варианты, то есть, посоветовать вам из Писания, говорить с вами, проповедовать от этой кафедры к вам. Но все же 10% из всего сказанного, которое преподается здесь, с кафедры, должно быть решено лично вами. Ваш выбор всего лишь 10%, который станет именно путеводителем к той цели к вашей жизни, которую вы избираете. Мы можем говорить, сколько говорилось здесь, сколько я говорю на проповедях или служения, где бы я ни ездил, где бы вы ни смотрели в интернете, вы можете взять все, но сказать, вот, ты должен делать это, никто вам не скажет. Даже Бог, который говорит, не делай. А почему? Да не делай. А что будет? Да не делай просто. А что, другому можно? Почему Йоси можно, мне нельзя? Да, как вот из той же серии. Как нам служить? Очень просто. Я вам взял один пример. Элвис Пресли умер 42 года. 42 года был человеком. Отошел в вечность. Удивительно, я скажу одну вещь. Буквально вчера пересматривал в интернете некоторые вопросы, и вдруг мне попалась одна заметка. Это звезды мирового экрана, популярные звезды, это артисты, даже те, которые, даже вы не знаете, или лауреаты после своей смерти зарабатывают деньги. Вы знаете, нет? После своей смерти. Например, Эдштейн, когда он умер, в 60-е годы, да, где-то, в 50-м, он отошел в вечность. В прошлом году на его имя он заработал, будучи мертвым, да, 80 миллионов долларов. Как можно? Мы здесь концы с концами не можем свести, хоть бы до пенсии, либо до смерти дотянуть, или если что, там, чтобы социальный гроб еще можно было заказать, да, а эти люди, будучи мертвыми, зарабатывают деньги. Как это так, да? Элвис Пресли, где-то тоже там около сотни миллионов, там, далее, но он умер в 42 года и так и не определился, кем он хотел стать. Я хочу, чтобы вы понимали, я зачитал несколько вот фраз его супруги, ну, уже вдовы, да, которая писала Элвису такие выдержки. Хотя он был талантливым артистом, он всегда думал, для чего он тут на земле. Он всегда перед тем, как выходить на сцену его мучил один вопрос. Я же для чего-то пришел в этот мир и карьера певца его не устраивала. Деньги и красота и такая жизнь его всегда мучила, что разве только для этого я пришел в этот мир, стал тем, кем я стал. Он знал, что он имел предназначение на земле. Он знал, это его жена пишет. возможно проповедовать. Это пишет Пресила его жена. Может проповедовать, служить в войсках, возможно спасать людей, а возможно заботиться о людях. Он всегда думал, что он тут не просто так. Но он не смог определиться, для чего он здесь на земле. у нас есть с вами некое предназначение, которое мы ищем. Мы ищем успешную жизнь. Как прожить успешную жизнь? И на самом деле в основе Священного Писания лежит предложение. Из Священного Писания Бог делает нам предложение, от которого большинство из людей отказываются. Вы и я, мы очень часто отказываемся от этой идеи. Оно заключается в следующем. Ты и я сотворены для того, чтобы вкладывать, отдавать, а не только потреблять и пользоваться. Об этом говорит Тора. Об этом говорит Бог. Мы сотворены для того, чтобы вкладывать, отдавать, а не только, я не говорю, что не нужно, а не только для того, чтобы пользоваться и что потреблять. Мы как люди хотим потребления. Второй офисианам 10 глава, о, вернее, 10 стих. Ибо мы, Его творения, созданы в Мессии Ишуа на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять. Итак, какое предназначение Бога? Потреблять? Или же есть предназначение, которое мы иногда не видим? Написано, предназначил нам исполнять добрые дела. Так, помогая другим, друзья, услышьте меня, пожалуйста, может быть, это станет для кого-то откровением. Помогая другим, мы помогаем сами себе, от самих себя, еще раз, помогая другим, мы помогаем себе от самих себя. От своего самолюбия, от своего центричного «я», от эгоистического, которое сидит тут в каждом из нас. Эгоист, фактически, в каждом из нас. Мне, мое и много. Сын мой любил говорить так. Мне, мое и много. Знаете, в каждом эгоисте есть та часть самолюбия. Участие в служении другим выдергивает нас с вами из собственного страха неудач. И делает нас спасателями, не спасителями, а спасателями в ситуации, когда мы чувствуем себя жертвой. Еще раз, я хочу, чтобы вы услышали, о чем я говорю. Когда мы начинаем помогать другим, мы выдергиваем себя из страха, где мы становимся жертвой и становимся спасателями. Не спасителями, а спасателями в делах других людей. Люди, независимо от того, верим ли мы в Бога или нет, мы становимся трусливыми вообще-то. Мы трусы по собственной природе, самоцентричны, мы эгоисты, когда касается нас, любимых, лично нас. Когда касается проблема нас, мы становимся даже, извините так, мы предатели становимся. Мы ради собственной шкуры готовы сдать любого человека. Вы скажете, нет, нет, со мной этого не будет. Не зарекайтесь. Внутри нас сидит этот эгоист, который ради собственного «я» мы готовы идти на многие преступления. Конечно, не убить человека, мы верующие люди, но внутри нас мы готовы сдать. Особенно, когда разговариваешь с людьми, и они, ты видишь, что они начинают сдавать других, то виноват, там сделал, то все, не замечая того, что они сдают людей. Ради собственного, вот, своего эгоизма, ну, защиты такой. Но знаете, мы становимся смелые и жертвенны. Мы готовы умереть, когда защищаем других. Когда мы пытаемся защищить собственную шкуру, собственного «я», мы идем на крайности. Но когда столько стоит, когда зацепить другого человека, то те, кого мы любим, кого мы защищаем, мы готовы так же на все. Вопрос стоит сегодня ребром для каждого из вас. Меня и вас всех. Вопрос ребром. Кого и что мы защищаем? Кого и что мы защищаем? Кто сегодня зависит от твоей смелости и отваги? О чем я? Всегда будут те люди, которых мы защищаем. Как я уже говорил, когда защищаем мы людей, когда мы подтягиваемся, втягиваемся в жизни людей, тогда мы уходим от собственного страха к жертве, что мы стали жертвой. Когда мы начинаем защищать других и быть участниками служения других людей, мы тогда становимся примером. И вопрос, кого и что мы защищаем? Если мы себя, мы будем поражать, если мы становимся защитниками других, тогда за нами идут люди, смотрят за нас. Кого сегодня мы вдохновляем своей целеустремленностью? Кого? Есть всегда люди, которые видят это. Смотрят на твою веру. Кого мы вдохновляем своей верой? Своими движениями вперед? Кого мы сегодня вдохновляем своим служением, которое мы ведем? Кого сегодня вдохновляем своими даяниями, своей жертвой, которую мы делаем в своей жизни? Это вопрос. Кто? Если никого нет, беда. Беда. Деяние 20 глава 35 стих. Во всем показывал я вам, как трудиться, подобно поддерживать слабых и панаметовать слова Господа Ишуа. Ибо Он сам сказал, и сегодня так говорилось очень часто, блажение давать, нежели принимать. Блажение. Кто сегодня смотрит на твою жизнь? В чьей жизни сегодня ты можешь дать пример изменений? Самым большим препятствием для моего вклада в жизни людей является моя неприязнь, когда нарушается мой повседневный ритм. Вы согласны с этим? Нет? Когда мой ритм жизни внезапно нарушается, это становится препятствием, чтобы влиять на жизнь людей. Чтобы каким-то образом помочь им изменить что-то. Фактически, когда нарушается прагматическое для меня состояние, когда нужно менять мои планы, тогда вообще-то, знаете, не хочется вообще никого не видеть, никого не слышать. Когда мы говорим, извините, мой покой нарушен, возможно, это и есть, наверное, тот момент, когда Бог начинает стучать. Возможность послужить зачастую выпадает в тот момент, когда все нарушается, весь ритм твоей жизни нарушается. Если не поверите, я вам скажу одну вещь. Большинство чудес в земном служении Ишуа происходили во времена, когда его планы прерывались. А он, пользуясь этим нарушением, пытался помочь людям. Он пользовался этими случаями, когда его ритм дня нарушался. Исцеление слепого, паралитика, воскресенье из мертвых происходило тогда, когда прерывали его путь, цели. Когда он говорил с людьми, тогда происходили интересные вещи. Помните, сегодня говорили о плоской крыше? Друзья, одного паралитика взяли сверху, разобрали крышу, а он проповедовал, он просто служил людям, говорил проповедь. Вот сейчас, говорил людям. И вдруг, все поднимают, что происходит, что происходит, что происходит? Это прерывается проповедь. Так, подождите, он не сказал, не досказал. Он останавливается, и происходят чудеса. Когда происходят в нашей жизни какие-то вещи, прерывается наша рутина, наши повседневные планы, это самое лучшее время для того, чтобы служить. Для того, чтобы сделать то, к чему тебя призывает. Если мы хотим в своей жизни, в своей жизни влиять и менять значимость вообще, кто мы, где мы, как мы, тогда мы должны позволить, чтобы нас прерывали. Чтобы нашу рутину могли изменить. Это касается не только сверхъестественного. Когда чудо, то мы все готовы, чтобы оно прямо сейчас было. Только побольше меня убирайте, прерывайте, чтобы только чудес было побольше. А я говорю вам, что это происходит не только в сверхъестественном, в естественном, в служении, в помощи людям, в даянии, работе и благословении. Всегда мы должны быть открыты к этому. Это касается не только сверхъестественного, как я уже говорю, это касается нашей жизни. Притча, 3 глава, 27-28 стих. Не отказывай, благодеяния нуждающимся, когда рука твоя в силе сделать его. Опс, на пути мне, ай-яй-яй, я же работаю, а мне здесь звонок, нужно помочь бабушке. Следующий стих. Не говори другу твоему или бабушке, пойдите, приди опять, и завтра я дам тебе. Когда ты имеешь при себе, там есть доставка такая, ибо ты не знаешь, что родит грядущий день. Вот понимаете, да? Ты говоришь это, потому что ты не знаешь, что завтра будет, поэтому говорю, приди завтра. Я посмотрю, что завтра мне будет. А у тебя есть возможность сделать это сейчас. Филиппийцам, 2-4. Не о себе только каждый заботится, но каждый от другого, от других. Мы все приходим на собрание, вот сюда, да? И мы, как бы так, о себе только печемся. Вот мой стул, вот мой стол, вот я здесь делаю. А знаете, что можно сделать в конце собрания? Потому что мы лимитированы здесь. В этом здании мы абсолютно лимитированы по часам, по минутам. Очень интересно сделать. Нам нужна помощь, например. Нам нужна помощь. И после собрания, даже те, кто слабые, те, кто у нас, как бы, слабые сосуды, ну, понятно, что же, сестры наши, да? Ну, не все, не все. Синекс, который, который довольно сильный. И коня остановят, и визбу в горячую зайдут, там, как бы, пожарниками и так далее. Есть такие, ну, нормально. Да, но есть, которые, ну, быть, не душу, я буду поднимать от стула. Можно позже сказать, сделать, взял от своего стула или взял от своего стула и переставил вперед, поставил на стопочку. Раз, раз. И за одну минуту здесь будет все собраны стулья. Что сложного? Когда это происходит. Что-то сложного, когда мы можем делать необходимое. И не только о себе думать, да? Но каждый о других. Мы должны заботиться. Экклезиаст, 11 глав, 4 стих. Я вам скажу так. Мне нравится и сильно дальний перевод, и современный. Я прочитаю оба. Кто наблюдает ветер, тому не сеять. А кто смотрит на облака, тому не жать. Ну, как бы, это очень расплывчатое понимание. Я прочитаю вам следующий в современном переводе. Но есть вещи, в которых нельзя быть уверенными, и придется рисковать. Слышите? Еще повторю. Но есть вещи, в которых нельзя быть уверенными, но придется рисковать. Если человек ждет прекрасной погоды, то никогда не засеет свое поле. Если человек ждет дождя от каждого облака, то никогда не соберет свой урожай. Вы скажете, а к чему-то, Ребе, что вы там пытаетесь нам сказать? Скажу прямо, если вы ожидаете идеальной ситуации, или когда все у вас утрясется, когда все станет на свои места, когда все будет хорошо, я просто тогда подвяжусь и буду служить, как все остальные. Но сейчас как-то не могу прыгнуть на последнюю ступеньку уходящего паровоза. Ну, не могу. Знаете, ты никогда этого не сделаешь, потому что постоянно будут причины. Постоянно будут причины. Постоянно в голове какая-то идейка идет. Только собрание закончилось, сразу включается идейка, кто тебя ждет, где, когда, хотя, может быть, это не настоящая идея, но сама по сути, ты как будто гонимый после служения, или до служения, либо во время всей недели. Знаете, это никогда не придет в чувство, когда ты должен это пересечь, прыгнуть или сделать это. Всегда будет причина нерешительности. Ни в служении, ни в твоих делах, ни в помощи, ни в сдаке, не просто помочь людям в критическое время. Никогда не станет решимости. У тебя никогда не будет этого времени. Ты очень сильно занят. У нас, дорогие, очень много критического времени и состояния, даже с этим залом. И во времени, и вообще как бы в аренде. У нас критичное посвящение на посвящение. Люди посвящают себя только, как бы так, если я смогу. Я верю, что у Бога есть больше для нас, чем мы ожидаем. У нас есть реальное оправдание. Всегда. Я вас не служу за ваше оправдание. Абсолютно. Потому что эти оправдания всегда реальны. Они реальны в обстоятельствах семьи, потому что семья есть семья. И мы не можем контролировать, мы не можем запрограммировать то, что мы хотим сделать вне ситуации, которую нас ожидают. У нас проблема в работе, в доме, в здоровье. У нас всегда есть обстоятельства или оправдания. Я, как служитель, как пастор, как греба, я не могу осудить ни одного человека, который имеет настоящее оправдание. Но проблема не в том, что эта ситуация реальна, а в том, что мы утешаем себя тем, что когда-нибудь это изменится. Когда-нибудь все это пройдет. Когда-нибудь мои дети вырастут. Когда-нибудь у меня будет ремонт в доме. Когда-нибудь у меня все станет на места в моем бизнесе. Когда-нибудь у меня будет машина, чтобы я приезжал вовремя. Когда-нибудь это все изменится. Да, когда-нибудь это станет. Вот только дети вырастут. Вот только расплачутся всеми долгами. Когда станет легче, вот вы тогда посмотрите, на что я хочу. Вот тогда держите меня семеро. Тогда я сделаю. Тогда я дострою. Тогда я построю. Тогда я сделаю многое. Знаете, по этой причине Ишуа делает высказывание, которое немногим нравится. Матфея 6 глава 24 стих. Никто не может служить двум господам, ибо если одного будет ненавидеть, другого любить, или одному станет усердствовать, а другому не родить, не можете служить Богу и мамонию. О, вы правильно сказали, и мамоне, мамоне мы не служим, только Богу сущему. Но я вам немножко перефразирую то, что Ишуа говорит. Если ты очень озабочен своими обеспечениями житейских забот, то никогда не сможешь исполнить свое предназначение в этом мире. Если ты приокупирован, ты озабочен теми ситуациями в своей жизни, что нужно все-таки это пробить, протолкать и так далее, ты никогда не сможешь исполнить того, к чему призвал тебя Бог. А ты знаешь внутри, к чему ты призван. Знаешь. Перебои, помехи или препятствия, как бы ты это ни называл, всегда будут, но они являются идеальной атмосферой для даяния, для того, чтобы делать то, к чему Бог тебя призвал, вливаться в жизни других и в жизнь общины. Вот когда ты говоришь, вот перебои, вот сбои в моей рутине, это идеальная атмосфера, идеальная ситуация. Помехи или когда то, кто тебя прерывает, они осуществляются, эти планы Ишуа использовал во благо. Марка 10 глава. Смотрите, очень интересный момент. Вартимей Сантимеев, все смотрели пьесу Вартимей, сидел у дороги, прося милость, услышав, что Ишуа Назарей идет, он начал кричать и говорить, Ишуа бен Давид, помилуй меня. Ишуа бен Давид, помилуй меня. А Ишуа вообще-то ишел своей дорогой. Просто. Ишел своей дорогой. Как многие из нас идут своей дорогой. Просто у него были свои планы, как и у нас есть свои планы. Многие заставляли его молчать, тихо, щадь. Спокойно. Спокойно. Алло. Вы что, перебиваете наших бизнесменов? Они не могут вам помочь. До свидания. До свидания. Не нужно беспокоить наших бизнесменов. Но он еще больше стал кричать, сын Давида помилуй меня. Послушайте, кто-то из людей, люди не являются источником вашего помощи. Но они становятся соучастниками вашего исхода, ваших проблем. Ишуа остановился и велел его позвать. Зовут слепого, говорят ему, не бойся, вставай, зовет тебя. Он сбросил себя в верхнюю одежду, встал, пришел к Ишуа. Отвечая ему, Ишуа спросил, чего ты хочешь от меня? Как будто Бог не знает, что мы хотим от него, да? Слепой сказал, учитель, чтобы мне прозреть. И вы знаете историю. Он прозрел. Если это происходило с ним, тот, кто живет у нас, и он говорит, ученик, не больше учителя своего, означает, что это должно происходить с нами. Вы слышите, нет? Почему-то в последнее время очень сильно зациклены при успевании и успехе и созидании, благословении. И это да и аминь должно сопровождать нас. Но есть что-то еще. Еще говорит, истина, истинно говорю вам, верующий в меня, дела, которые творю я, и он сотворит, и больше всех сотворит, потому что я иду к отцу моему. И все почему-то, по какой-то причине, говорят, вот Ишуа делал эти чудеса, а у сопровождающих Духом Святым будет еще больше чудес, чем у нас. Если те дела, которые Ишуа не смог сотворить, а мы сможем. Чудеса, которые он сотворил, мы сможем больше. Сможем ли мы? А вы знаете, почему я подхожу к этому? Потому что он говорит, дела. Не чудеса, которые я делал, вы больше сотворите. А дела, которые я творю, и вы больше сотворите. Услышьте, о чем я говорю. Если мы думаем, что касается чудес, да и аминь, но это касается всего того, что он делал здесь на земле. И если его останавливали, если его рутинное направление было каким-то образом изменено, он не оставался равнодушным. Он воспринимал эту ситуацию для того, чтобы помочь людям, помочь ситуации в служении, в строительстве или в других вещах. Он пытался всегда этот случай, не кричать, что вам еще нужно? У меня есть свои планы, у меня есть свои цели. Извините, пожалуйста, придите завтра, сегодня закрыто. для исцеления или для чего-то еще. И может быть, я сегодня критически так подхожу к этому вопросу, но мое послание для того, чтобы вы поняли, к чему мы призваны. Вот это 10%, вот здесь широкая дорога, да, чтобы сформировать нас. Я пытаюсь, чтобы вы сделали этот выбор, 10% вашей жизни, что вы хотите сделать в своей жизни. И это делаю не я, это делает Бог в вашей жизни. И только ваше решение, кем вы хотите быть, кем вы хотите стать. Я не могу определить ваше предназначение. Как служить? Я не могу ваше предназначение сделать. Я ему сказать, ты всю жизнь теперь будешь у нас в медиадепартаменте, да, снимать видео. Это твое предназначение. Может, есть такие манипуляторы, пастора, я, я, как бы, не в таком, не в той категории. Или там ты должен быть даятельным, чтобы получать свое исцеление. Закреплять его. Чем больше дает, тем больше закрепляешь, а мы все плохо и плохо. И они в этом смысле. Я говорю о том, что я не имею права, я не могу, если вы сами не знаете тех даров, которые у вас есть. Если вы не знаете, как Бог вас сотворил, я не могу определить вам ваше предназначение. Потому что внутри, вы знаете, ваши способности, ваши дары, ваши умения, даже сказать хорошее слово, даже написать красиво письмо и отправить, это должен быть дар. Извините. Есть кто умеет говорить, а кто то может делать. И каждый дар, он реальный. до тех пор, пока вы не определитесь с вашими сильными сторонами и слабыми сторонами, которые можно изменить, я не смогу вам вообще помочь. Я могу проповедовать, говорить, учить, но пока вы сами не определитесь к вашей стороне, мы не сможем сказать вам, это 100% этого предназначения. Я не формирую людей. Абсолютно. Бог формирует. Он сотворил человека по образу подобию своему и дал каждому из нас дары и способности, которые у нас есть. Моя задача возбудить вас в дерзновении, исполнить то, к чему Бог вас призвал. Я могу только цеплять ваши нервы, делать вам на нервы, немножко так, против, может быть, чесать против шерсти иногда, чтобы вас просто раздражала какая-то вещь, но на самом деле вы определяете ваше предназначение, ваше отношение с Богом. Вопрос личный с тобой, лично к тебе. Что ты имеешь, чего ты не получил? А если ты не получил, что ты жалуешься, что ты не получил? Просите. И да, она будет вам. Учитесь, чтобы быть бизнесменами. Невозможно проснуться утром, вложил 3 рубля сэкономенной на ваши пенсии и послезавтра получить 33 рубля. Ну, невозможно. Вы понимаете, о чем я говорю? Ну, за хотя бы пройти какую-то школу бизнесмена, чтобы на 3 рублях миллион процентов не заработаешь. Можно получить только 10. Ну, понятно, нет? Это очень просто, очень простая арифметика. Что может твоя рука сегодня сделать? Чему ты готов себя посвящать сегодня? И начинается это с того, когда ты посвящаешь себя тому, к чему тебя просят. Когда нарушаются твои планы, когда нажимают на твое эго, когда гордость твоя кричит только не сейчас. Не просите меня, не говорите ко мне, только не сейчас. Знаете, вера проходит от слышания. Кто верит в это? А слышание от чего? От слова Божьего. И если сегодня вам зачитывал места Писания, которые подтверждают о том, что мы должны вовлекаться в жизни людей, чтобы стать на самом деле теми, кем Бог нас призвал, то я хочу вам сказать да и аминь. Все мы пытаемся быть честными, по крайней мере к тому себе, но иногда мы не понимаем того, что хочет от нас Бог. Мы просто чувствуем себя в непонятном состоянии. Но хочу сказать, лучшее благовестие, лучшее благовестие, а нам благовестовать нужно, является тогда, когда ты был прерван в твоей рутине, когда твой график повседневный нарушается, и ты делаешь, что может твоя рука. Итак, вера от слышания, слышание от Слова Божьего. Господь дал нам способность верить изменять негативные обстоятельства, делая их позитивными. Вы верите в это, нет? А помните, я сказал, почему, как мы можем это сделать? Когда мы не зациклимся на самих себя, на своих любимых проблемах, когда мы бросаемся в омут, на помощь другим, спасая себя от жертвы, чувства жертвы, именно пытаемся вырваться, мы не становимся спасителями, мы спасаем. В нем мы находим семя жизни. Когда это семя, посаженное в сердце, наполняется верой, оно дает плод в 30-60 и в 100 крат, приносит плод в чудесах, в изменениях жизни. Это происходит, потому что Божья сила находится в его слове, а наша вера находится в этом слове. Мы слышим и мы верим. это производит очень великие дела. Наши уши способны слышать множество звуков одновременно, поэтому нужно слышать голос Божий, нам нужно слышать и его призыв. Зависит все от того, как мы слышим, насколько мы внимательны, насколько мы внимательны к ситуациям. Нам нужно внимательно слушать голос Бога, чтобы Он показал нам свои цели для нашей жизни. И это возможно сделать только через Его Слово, пропуская через свое сердце. Несмотря на то, что все истории, которые проводят Библия, относятся к древним временам, они сегодня остаются актуальными. верите в это Бог дал время, а не для себя. Для Него нет времени. Определенное Богом время, оно для нас. Бог вечен, Его Слово принадлежит духовной сфере, которая есть выше всего на этой земле. Когда Бог говорит, Он говорит согласно Слову Своему, и все, что Он сказал, будет исполнено. До тех пор, пока есть хотя бы один человек, который желает верить Божьему Слову. Божье Слово будет набирать силу, исполнять миссию и жить в человеке. По этой причине Ишуа говорит, небо и земля пройдут, но слова Мои не пройдут. Марка 13 глава 31 стих. Внимательно слышанное Слово производит огромный результат. Когда мы слушаем Слово и мы его разбираем, производит огромный результат в духовной сфере. Одно слово, сказанное Богом, станет ключом, которое откроет дверь к благосостоянию, откроет двери к свободе. Вера от слышания, а слышание от Слово Божье современный говорит, и так вера приходит от услышанного. Не просто слышать, а ты услышал и вложил его в сердце. Лучше изменение обстоятельств, когда ты отдаешь людям то, что ты имеешь, ибо лучше отдавать, нежели принимать. Матфея 21 глава 33 по 42 стих Ишуа рассказывает историю человека, который нанял на работу в разное время работников. Но самое удивительное, что они все получили одинаковые результаты оплату. Мы также должны понять, что мы призваны служению, которое включает в себя служение людям, отражает Божий характер. И если мы дети его, то он, как отец, заботится о нас и остальных. Значит, мы должны подвязаться той же идее, что мы не просто принадлежит сами себе, мы есть члены друг другу. Хотя порознь, мы делаем свою работу, но мы в одном теле, связаны между собой. И если нам необходимо подвязаться, друзья, нам нужно это сделать. И я верю, что самое великое пробуждение в человеке происходит тогда, не когда это происходит на улицах исцеления, когда человек принимает о том в себе то, что он в деле Божьем. То, что он делает, оно хорошо. И то, что он хорошо делает, оно очень хорошо делается. И это пробуждение. Все, что катется твоя рука, оно будет иметь успех. Это пробуждение. Когда ты служишь, когда ты видишь, что происходит, и ты получаешь огромнейшее удовольствие в этом, пробуждение. Я скажу так, не без трудностей, но мы продвигаемся вперед, несмотря на обстоятельства. Поэтому плод наших дел позволит нам достичь небесных благословений. Вы хотите быть преуспевающим человеком, я думаю, что это может помочь вам. Какая цель обновленной жизни? Какая цель обновленной жизни? Служите друг другу, любите друг друга, и потому знать, что вы мои ученики. А любовь проявляется уже через следующие дары, которые у нас есть. Я честно скажу так, не нужно сильно большого дара, чтобы убрать этот зал, помыть этот зал, вытереть окна, собрать аппаратуру, сильного дара не нужно, чтобы это все сделать. Если вы рассчитываете на то, что будут дары действовать, здесь нужно просто обыкновенное человеческое понимание, мы друг другу нужны, мы нужны друг другу. Знаете, я верю, что у нас мы уже пробуждение, вы скажете, какому? Мы уже пробуждение, иначе бы мы не собирались здесь, не мечтали, а вы скажете, а о чем тогда мечтать? А вы мне скажите, когда должно быть, какой конец должен быть пробуждению, если мы пробуждение, это постоянное движение, только к росту, или умножению чудес, и ситуации. Каким должно вообще быть пробуждение, которое мы ожидаем? Любое пробуждение начинается с нас. как мы вносимся к делу Божьему, как мы строим общину, как мы имеем отношения с другими людьми, не только в общине, с другими общинами, с другими церквями, как мы подходим к самой жизни. И я верю, что это обновленная жизнь, имеющая цель. И нам она дана очень коротко. Мы сейчас начнем молиться. Я бы хотел, чтобы то, что я сказал, вы просто просили, провели через ваше сердце. Потому что в этой общине, где мы находимся, каждый из нас, мы порознь, действительно, члены, но суть мы одно целое. Нам нужна помощь во многих, во многих вопросах. Это место, где мы собираемся временно. последующее место у нас тоже будет временно. И мы буквально через малое-малое время начнем говорить о том, что на самом деле каждый из нас может сделать относительно нашего здания, в другая со всем тема, в служении, в работе с людьми, в благовестии, в праздники. Нам нужна помощь. Нам нужна помощь. Скажите, у нас же есть люди, нам нужна ваша помощь. У нас здесь же певцы, нам нужна ваша помощь. У нас есть те, кто выносит, нам нужна ваша помощь. У нас есть те, кто собирают, читают и так далее, нам нужна ваша помощь. Вместе мы можем сделать многое, даже чтобы все молились, нам нужна ваша помощь и в молитве и в даянии благословение посещение блага мы говорим проповеди в англии знаете в прошлом воскресенье мы были у дюка была большая акция госпол фест да там месяц песни говорили и в англии нам дали возможность поставить нашу палатку наша молодежь пришла туда помогала за буквально считанные минуты там делать или там час давных прошло к так к так палатки приходили люди евреи ортодоксальные евреи их удивляло то что там как бы история есть одессы которая записана 1903 года служители евреи одессы мессианского служения там не было наших знаков нашей общины там не было писано арха маши ях это делаю да и даже еще отличительные знаки мы стояли там чтобы сказать людям о том что еще их любят у нас было много книг исаи 53 они приходили брали священное писание библии брали листовки брали когда мы уже не хотели в англии брать но брали простые в клинационом они это брали у нас было одно покаяние человек пришел я хочу покаяться изменить свою жизнь у нас были общения я понимаю что каждый из нас в это поучаствовал и так может делать всегда можно конечно сделать классный пиар да раз так красиво расписать шо мы сделали в одессе а можно делать без пиара потому что ангелы господни они на каждом месте они исключительно знают наши мотивы и почему мы это делаем хотим ли в успешно давайте прислушаемся голосу божьего я очень рад и сейчас мы бы эту песню поклонения она очень как раз к этому времени на следующий шаббат у нас поздравили детей дать мы все станем наши ноги и просто подумаем о том что что мы можем делать сегодня чтобы я могу сделать даже может быть паша думает а что я могу сделать ты много может сделать паша даже те же евангелизация давать людям листовки говорит что я люблю и шоу я имею общину и семью которая не имел раньше да вы скажете что я на его лида по коляске в этом-то их сам прикол что я на его лида коляске и я чувствую себя лучше чем вы можем словами говори о том что бог делает может кто-то еще в своих болезнях или же ситуациях скажите ну что я могу мало мало поздоровайся своему соседу сказку классно что пришел это уже самое мало что ты можешь сделать познакомившись с твоим другом возможно пригласить его себе на чашечку чая возможно посесть и просто пообщаться ты не знаешь куда приведут эти прекрасные отношения услышьте меня внимательно это время для каждого из нас десять процентов решение которое вы делаете лично ваше решение и я не смогу если то я не смогу вам помочь выбори не имею права просто но все что я имею я уже вам сказал а вина шабашимаем вот в эти минуты когда я прекрасно понимаю каждый за принимать понимать что нужно делать решение первое решение мы говорим тебе да от всего нашего сердца мы говорим да оба действием маша моей жизни потому что любые повеления они не были данные просто чтобы нас унизить или нам сделать плохую жизнь каждое повеление на то то чтобы мы были успешны на всех наших путях чтобы мы преуспевали господь на всех наших путях и если мы избирательны в нашем процветании господь прости нас перочи прости нас что мы стали избирателями своего предназначения что мы как-то избираем что благо что классно что прикольно что можно насладиться забываем то что ты нарушаешь нас покой наш покой ты прерываешь нашу нашу рутину жизни для того чтобы у нас была возможность послужить возможность сделать него неодинарные чудесное для того чтобы изменилась наша жизнь и жизнь других людей о ком и за что ты беспокоишься о ком и за что ты беспокоишься кто подражает твоей жизни в чью жизнь ты влияешь это вопрос к нам это вопрос к нам мы стоим перед тобой ты бурю господь у укротишь чтобы найти меня и сейчас мы говорим найди нас найди в нашей суете в нашем повседневном состоянии суеты найди нас в этом бушующем море этого я хочу моей буря ты свет и тьму прогонишь море веришь море что меня найти дух свято действует ты стены все разрушишь страхи уничтожишь на моем пути ты свет и тьму погонишь горе веришь море что меня найти ты стены все разрушишь страхи уничтожишь на моем пути господь когда мы защищаем других мы смелы море когда мы защищаем себя мы трусы ты стены все разрушишь на моем пути дай ценить один ты свет и тьму прогонишь горе веришь море что меня найти давайте повторим эти слова ты стены все разрушишь страхи уничтожишь на моем пути ты свет и тьму прогонишь горе веришь море что меня найти ты стены все разрушишь страхи уничтожишь на моем пути ты свет и тьму прогонишь горе веришь море горе веришь море что меня найти стены все разрушишь страхи уничтожишь на моем пути бог как прекрасно необъятна Бог любовь твоя ом среди проблем ты пастырь мой найдешь я не заслужил я жертвы и дако ты если вы хотите отдать свою жизнь с богу возможно вы первый раз на каком служении но понимаете что ваша жизнь не может продолжаться таким образом как есть а возможно вас уже приглашали сюда в эту общину орха машин уже долго-долго немного раз и вы всегда говорили следующий раз еще нужно завершить эти вопросы те вопросы и когда будет идеальная в атмосфера но сейчас если не сегодня ты никогда то не сделаешь если не не сейчас то когда если не ты так то и если ты на этом месте то не зря ты сюда пришел бог стучится твое сердце хочет его изменить даже если ты уже давно верующий и сегодня твое решение сказать да я хочу изменений для тех кто первый раз пришел подними свои руки к богу как будто ты сдаешься и скажи ему ты меня достал ты меня достал он до таки достал тебя иначе бы ты не был здесь поднимая к нему наши руки мы говорим тогда баба баба на то что тебе достал с этими проблемами ситуация а я упирался упиралась говорил не сегодня и не завтра может быть когда-то руах просто прикоснись измени обнови и дай цели цель моей жизни цель она ясна для меня пища и шума же 2018 год это год веры год поста молитвы и поклонения